Фаеры перед зданием Верховной Рады Ганьба! Ганьба! Горящие покрышки перед воротами именья Порошенко Молодчики забросали территорию дома Порошенко дымовыми шашками и повесили надпись «Дом мародёра». Накануне журналисты опубликовали расследование, из которого ясно, что к крупным хищениям в оборонном комплексе причастны близкие к Порошенко люди. Военную риторику он пытается поддерживать, даже уйдя с поста президента. Сегодня он отреагировал на сообщение о попытке новой группы по минским переговорам, собранной президентом Зеленским, о прекращении огня в Донбассе. Ничего общего капитуляция с миром не имеет. Спикер Рады и зарадник по новой партии Порошенко Порубий сегодня и вовсе заявил, что готов сорвать этот процесс. Запрет стрелять в ответ — это путь не к миру. Это путь капитуляции. Мы не допустим капитуляцию Украины перед российским агрессором. Я уверен, что украинский президент должен пересмотреть свою позицию и иметь уважение к украинским военным. Насколько серьезно можно воспринимать слова Зеленского о прекращении огня, если сегодня на Донбассе начались танковые учения украинской армии — большой вопрос. Кадры с танками, уходящими за горизонт, сопровождают слова ведущей о высококвалифицированных украинских бойцах. Имитация военных действий на востоке Украины. Командирам и экипажам пришлось постоянно проводить разведку, быстро принимать решения и реагировать на изменения ситуации. Еще одна новость, которая, видимо, должна иллюстрировать мирный настрой новой власти, пришла из Соединенных Штатов. От сенатора, у которого Зеленский просил новое оружие. Он откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и улучшении условий службы. Сегодня выяснилось и то, что Леонид Кучма, которого Зеленский вернул в Минские переговоры, на самом деле не предлагал снимать экономическую блокаду. Об этом ранее заявлял представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик. Кучма считает, что никакой блокады нет. Нет никакой экономической блокады, уважаемые. Почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и потом указ Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию разграничения. Какая же это блокада? 50 килограмм с собой нести. 50 килограмм, по-моему, каждой людине дозволяется, так сказать, с собой нести. Отстраненный Зеленским участник Минских переговоров Виктор Медведчук продолжит борьбу за мир на Украине. Сегодня он заявил на съезде политической партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Мирный план концепции, утвержденный нашей партией, поддержан и в Донецке, и в Луганске, и в Москве. Ответ остается за Киевом. Но этот ответ мы не получили. Нет клики Порошенко, которому не нужен был мир на Донбассе. Мы этот ответ не получили и от господина Зеленского. Список партии возглавил нардеп Юрий Бойко. По его словам, оппозиционная платформа будет бороться за отмену закона о языке, отмену декоммунизации и отмену переименования церкви. Действия же нового президента Зеленского фактически который день блокируются Верховной Радой. Депутаты, которые во время выступлений с трибуны то друг другу веселые истории рассказывают, то фотографируются, сегодня не проголосовали за предложенную новым президентом отставку главы СБУ Грицака, министра обороны Полторака и министра иностранных дел Климкина.